Если умирает, человек переходит в лучший мир, то почему мы грустим? За него же нужно радоваться. Прежде всего, мы должны понять про себя. Каждый человек, который приходит в этот мир, написано в святой книге Зор, что он думает, что пришел он сюда навечно. С другой стороны, когда мы теряем наших близких, когда один человек пришел к Равину и сказал, у меня умер отец, я должен плакать, я должен находиться в трауре или нет? Равин сказал, сама постановка вопроса говорит про то, что ты не ощутил эту утрату. Здесь, в нашем мире, несомненно, у нас есть три дня на оплакивание, семь дней траура, тридцать дней, когда мы ощущаем эту утрату, и одиннадцать месяцев, в течение которых мы произносим кадыш, особенную молитву Творцу, прославляющую Творца за заслуги ушедшего человека. Говорят наши мудрецы, когда человек рождается, почему-то все радуются. Когда он уходит, мы плачем. Должно же быть все наоборот. Когда человек рождается, мы не знаем, что с ним будет. Он будет праведником или злодеем. А когда он завершает свой путь, мы должны радоваться, ведь он идет к Творцу из того места, откуда спустилась душа. Но это... В еврейском народе есть особенный праздник, который называется Лакба Омер. Тридцать третий день по подсчету Омера, 18 ияра, когда умер Раби Шимон Бар-Йохай, величайший каббалист, который в день своей смерти передал самые глубокие тайны каббалы Торы своим ученикам. И сказано, что пока он не завершил давать свой урок, солнце не заходило. День ждал, когда праведник передаст Тору, откроет Тору в мире. А только после того, как он завершил урок и умер, солнце зашло. Для нас этот день называется день прославления и радости в честь Раби Шимона Бар-Йохая. Ради тебя Творец сотворил мир. Так мы поем в песне. Так, несомненно, мы должны переживать, плакать, находиться в трауре о близком, который ушел. И делать все, чтобы помочь его душе пройти все преграды на небесах. Потому что то, что делают его потомки, его близкие, они помогают ему подняться в место духовного очищения. Поэтому мы должны плакать и мы должны радоваться.